Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 430. Упростите выражение и найдите его значение. Первое выражение 25х умножить на 4у. Нам нужно вычислить значение этого выражения при х, равном 12, а у равном 11. Так, ну, начнем упрощение с того, что воспользуемся переместительным законом умножения. Данное умножение мы можем представить в виде 25 умножить на 4, потом умножить на х, потом умножить на у. То есть мы поменяли местами умножители х и 4. Что это нам дает? Первым выполняется первое умножение. 25 умножить на 4 – это будет 100. И дальше умножить на х умножить на у. В таком случае вот это пишут как 100 умножить на ху. То есть знаки умножения можно не ставить. Вот мы упростили выражение, теперь мы можем вычислять его значение. Для этого мы должны подставить вместо х и у значение, которое нам даны. Вместо х нам дано значение 12, а вместо у – 11. Тогда это получается. Первым выполняется умножение 100 на 12. Давайте мы все-таки иначе поступим. Мы вот так скобки поставим. Воспользуемся сочетателем закона умножения. И тогда нам умножать будет легче. 100 умножить 12 умножить на 11 – это будет 132. Ну, а теперь 132 умножить на 100 очень просто. Мы должны записать 132 и дописать два нуля. Вот получился результат. Второе. 8К умножить на 125С. Если К равно 58, а С равно 8. Так, упрощаем выражение. Воспользуемся переместительным законом умножения и поменяем местами множители К и 125. Ну, надеюсь, что вам ясно, что 8К – это фактически 8 умножить на К. Просто имеется в виду цифрой и буквой знак умножения можно не ставить. Точно так же, как 125С – это 125 умножить на С. Тогда мы К и 125 меняем местами. Получаем вот так. Так. И теперь, поскольку выполняется первое умножение, мы умножаем 8 на 125, а это будет 1000 и КС. Знак умножения мы не ставим между буквами и между цифрами и буквами. Знак умножения можно не ставить. Вот теперь мы можем вычислить значения этого выражения при данных значениях К и С. Мы должны эти значения подставить. Вместо К мы ставим 58, а вместо С мы ставим 8. Ну, и здесь тоже мы поступим вот так. Мы вначале выполним 58 на 8, а потом умножим это на 1000. Так. 58 на 8 – это будет 464. Значит, 1000 умножить на 464, а это будет равно… Мы число 464 переписываем и дописываем к нему 3 нуля. Вот результат. 464000 при таких значениях К и С – это значение второго выражения. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.